Частная инициатива – двигатель любой экономики. Об этом заявил глава Неницкого округа по итогам посещения производственных цехов СПК ЕРВ. Александр Цибульский познакомился с продукцией хозяйства, объемами реализации и поговорил с руководством предприятия о развитии оленеводства. Это наш цех по переработке. Самое, можно сказать, сердце. Производственные помещения главе региона показывает главный технолог компании. Причем цеха ЕРВ достаточно небольшие, но это абсолютно не мешает СПК постоянно расширять свой ассортимент. Только в списке мясной продукции сегодня 53 наименования – от замороженных полуфабрикатов до вяленых деликатесов. Мы уже подошли к тому, что делаем вяленые продукции – чипсы, вяленая оленина и суджук. Заложили и сорокопченый колбас. Вот сейчас у нас находятся они в производстве. Здесь ставки делаются на все, что может быть интересно покупателю. Понятно, что в основе мясная продукция, но частный производитель также коптит и вялит рыбу. Реализует мороженку, изготавливает различные консервы и даже меховые изделия, которые шьются в поселке Красное. А сейчас СПК готовит крупную поставку в Москву. У нас поступило объект от одного московского ресторана. Вот мы готовим сейчас продукцию. Ну, пока секрет. Вот это мы готовим на москвичей, вот это мы готовим на москвичей. Вот это тоже. Мы хотим с ними попробовать поработать в этом году, как получится. Но они сказали, что если все нормально, то будут с нами продолжать сотрудничать дальше. Каре, оленья вырезка и мясо для антрекота. По мнению руководства компании, столичному жителю, несомненно, придутся по душе. И в будущем можно смело рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество. Но, как заявляют в СПК, покупательский спрос все равно не тот. Хозяйство способно на большее, как, в принципе, и все оленеводство региона в целом. Как раз о перспективах и существующих трудностях председатели ЕРВА Петр Хабаров и глава Нинецкого округа Александр Цибульский поговорили в узком кругу. По итогам встречи руководитель субъекта выразил желание помогать частному предприятию. Это такая хорошая частная альтернатива нашему мясокомбинату. Понятно, что по объему мы еще сильно отличающиеся. Еще можно сказать здесь по вопросам полуфабрикатов, по вопросам продуктов переработки, такое же зарождающееся производство. Но, тем не менее, надо его всячески поддерживать. Это частная инициатива, частная инициатива – это двигатель любой экономики. Наш мясокомбинат, он за счет своих объемов, за счет традиционно налаженных цепочек поставки, конечно, сегодня имеет серьезные преимущества. Но, тем не менее, в моем понимании, именно из-за этого, из-за того, что он находится в таком немножко привилегированном, расслабленном положении, он не сильно думает о том, чтобы наращивать прибыль и снижать издержки. Сегодня поголовье хозяйства насчитывает более 11 тысяч голов оленей. Потенциал есть, но используется он не в полной мере. Так говорит председатель хозяйства. Для дальнейшего развития СПК ЕРФ намерен совершенствовать зоотехнические мероприятия и организацию труда, улучшать ветеринарный контроль, а также вести племенную работу. Надежда и Сергей Качеговы, Телеканал Север.